Хорошо. Значит, во всей этой коаллесцентной истории одна вещь осталась не проработанной, это вот эта вот дурацкая ситуация, когда потомки выбирают себе родителей. Что это такое? Значит, эта конструкция называется Райдфишерской популяцией и это некая самая простая ситуация с точки зрения дрифа. Ее можно несколькими способами себе представлять. А, извините, забыл сказать, а то есть не забыл, а только что я получил имейл, с 28 по 31 мая здесь лекции, видимо, в фонде династии будет читать Майкл Линч, такой есть знаменитый эволюционист. И я надеюсь, что он сюда пойдет, я не знаю, в нашу лабораторию и что-нибудь расскажет. Я надеюсь, что мы его допросим. Он очень интересный человек, он начинал как лимнолог, так сказать, эколог пресноводных водоемов, а потом много занимался всякой эволюционной наукой, в частности он автор классической книги по генетике количественных признаков Линч и Волш, и автор книги уже восьмилетней давности про эволюцию геномов. И много измерял скорую стимутирование, в общем, он такой очень знаменитый человек, он наделал много всяких положительных вещей, так что если кто хочет пообщаться, он микроэволюционист, кто хочет пообщаться с знаменитым микроэволюционистом, то следите за объявлениями. Наш лаборатория, значит, посмотрите лекции в династии, там они, наверное, будут совсем популярные, а я надеюсь его сюда залучить, и, соответственно, сюда можно будет его подопрашивать, если кому охота. С 28-го по 31-й год он будет в Москве. Вот. Значит, значит, Райтфишеровская популяция. Ну вот, будем считать, что в ней количество реальных особей, назовем его NWF, N. Райтфишеровская. И можно по-разному себе представлять это дело. Значит, ключевая вещь такая, нам надо, чтобы у всех тварей было одинаковое распределение числа потомков, и чтобы это распределение было плацоновское с параметром единицы. Значит, если это так, то это Райтфишеровская популяция. Как это можно сделать? Двумя способами. Такой, ну, несколько более, так сказать, интуитивный, все-таки мы движемся по времени вперед, а не назад, так что у меня не потомки выбирают себе родителей, а родители производят потомков. Вот представим себе, что каждый родитель производит ужасно большое, одинаковое, ужасно большое, там, по миллиону, таких, как бы, предварительных потомков. А дальше из всей этой общей кучи предварительных потомков, из этой общей кучи предварительных потомков рекорректируется ровно столько же N. W. F. уже настоящих потомков. После чего неиспользованные предварительные потомки родителей дохнут. Вот у меня Редфишерская популяция численностью всего три. Каждый произвел миллион предварительных потомков, всего их у меня, значит, три миллиона. А дальше из этих трех миллионов мы случайно выдергиваем трех, и это у меня будет новое поколение, а все остальное помирает. Это один вариант. Либо другой вариант, значит, просто думать, что, вот, как мы уже раньше делали, что потомки случайным образом независимо друг от друга выбирают себе родителей. Результат будет тот же самый. Каждый генотип в текущем поколении имеет пасоновское распределение числа копий, которым он будет представлен в следующем поколении. Пасоновское распределение с параметром единица. Вот, значит, если у меня имеет место такая популяция, то ее называют Рейдфишеровской популяции, и она хороша тем, что в ней дрейф происходит, но в некотором смысле самым простым образом. Значит, вот это вот пасоновское распределение с параметром единица, в частности, можно показать, что в этой Рейдфишеровской популяции распределение частоты аллеля в следующем поколении будет бенемиальным. с тем же самым средним, с тем же, значит, самым средним, которое оно, да, вот оно написано, значит, с тем же самым средним, естественно, которое было, потому что Дейф, он не смещенный, никакой муалеля не благопоятствует и не благопоятствует. И с вот такой вот дисперсией, как, значит, положено бенемиальным распределением. Вот. И Рейдфишеровская популяция, среди прочего, значит, позволяет нам определить эффективную численность популяции. Значит, эффективный размер обозначается n с индексом е, нижним индексом е. Эффективная численность или эффективный размер реальной популяции это размер Рейдфишеровской популяции, в которой Дейф происходит той же скорости. То есть, если у меня имеет место миллион лисиц, а Дейф в них происходит, Дейф в этой популяции миллиона лисиц происходит, как в Эритфишерской популяции численностью 10 тысяч, то мы говорим, что эффективная численность моей популяции лисиц 10 тысяч. Значит, эффективная численность популяции это реальная, по головам посчитанная, численность эквивалентной Райт-Фишерской популяции, в которой дариф происходит точно так же. Вот, значит, это правильное понимание эффективной чистости. Там есть некие хитрости, есть дисплексионная, инбрейдинговая и, собственно, векторная эффективная чистости. Вот такое понимание, дисплексионное понимание, оно, в общем, достаточно. Вот. Еще одно буквально слово. Мы до сего момента рассматривали дариф в бесполой популяции. Но если популяция половая, то появляется еще дополнительный механизм для дарифа. Его вот каким образом легко понять. Представим себе, что у меня бесполая популяция, которые каждый организм приносит по одному потомку. из двух особей. Какая будет эффективная численность такой популяции? Дариф будет происходить в такой популяции? Не будет. Значит, эффективная численность будет бесконечна. Потому что, если в какой-то популяции не происходит дариф, ну, вот, например, в такой, то единственный способ сделать эритфишевскую популяцию, в которой дариф тоже не происходит, это рассмотреть эритфишевскую популяцию бесконечной численности. Но вы понимаете, что это значит. Значит, соответственно, в предельный переход. Чем больше, тем ближе. Пишут просто тупо НЕ равно бесконечности, не озабочиваясь математической строгости. А теперь представим себе, что у меня эта популяция половая. То есть, вот эти вот ребята скрещиваются, а дальше производят двух потомков. Потомки обязательно мальчик и девочка. Они снова между собой скрещиваются и производят опять мальчика и девочку. В такой популяции будет происходить дариф? Могут такой популяции меняться частоты аллели? Будем считать, что эти ребята гаплоиды. Вот этот А большой, этот А маленький. Они между собой скрестились, получилась зигота А большой и А маленькая. И она произвела двух гаплоидных потомков. Они обязаны быть А большой и А маленькой? Нет, не обязаны. Могут быть оба А большой или могут быть оба А маленькой. Поэтому в половой популяции появляется еще один механизм дарифа, связанный с стокастичностью мендерского ущипления. В бесполу это только стокастичность числа потомков, а в половой еще и стокастичность передачи генов гометных. Поэтому, да, и тут можно перейти к вопросу соотношения численности реальной, то есть, по головам посчитанной, и эффективной. Вот в данном случае, значит, для такой вот популяции НЕ бесполой будет бесконечность, а НЕ половой будет 4. Если каждая пара приносит ровно двух потомков, но размножение половое, то эффективная численность в два раза больше реальной численности. Но это такое очень извращенное, очень извращенная ситуация, потому что все-таки главный источник дарифа это дисперсия числа потомков, значит, производимых разными родителями или разными парами родителей. И в реальной жизни практически всегда эффективная численность оказывается гораздо меньше, оказывается гораздо меньше численности реальной. Ну, человек это плохой случай, потому что у нас вообще нет никакой эффективной численности скалярной, потому что численность очень быстро меняется. Ну вот, скажем, эффективная численность мухи дрозофила – миллион. Представляете, сколько мух дрозофила реально летает? Их там в любой помойке миллион столько летает. А общая эффективная численность всего вида всего лишь порядка миллиона. А почему так получается? Потому что рейтфишерская популяция, в ней, да, есть мягкий, небыстрый, потому что у нас пуассоновское распределение. Пуассоновское распределение, как вам известно, дисперсия равна среднему. А представьте себе, что вы муха дрозофила. Значит, среднее количество потомков, которых вы оставите, ну, будем считать только самок, если вы, значит, самка дрозофила, вы оставите одну самку, считая, что численность популяции постоянно. Но, поэтому, дисперсия числа дочерей, которых вы произведете, конечно, гораздо больше единицы. Потому что с очень большой вероятностью вы вообще никаких дочерей не произведете. вас сожрут, и вы никаких дочерей не произведете. Но с небольшой вероятностью вы вылупитесь из яйца, отложенного в еще никем не занятое, гнилого яблока, и вы произведете хреновую тучу дочерей, там, 500 штук. И поэтому дисперсия там огромная. Ну, а может случиться, что вообще там всю локальную популяцию пройдет дядя Вася, я боюсь, глядюстом, и все там мухи помынут. Вот. И, видимо, это главная причина, что дисперсия числа потомков на скотину в породе обычно гораздо больше среднего, гораздо больше единицы. И поэтому Райтфишерская популяция, она такая, не такой, дайв мягкий. И поэтому эффективная численность природных популяций обычно гораздо меньше их реальной численности. Вот здесь некие примеры приведены. Но, значит, вот случай, когда дисперсия числа потомков нету на усыпь, а весь дрейф происходит только за счет Мендельского и случая, тогда эффективная численность получается в два раза больше реальной. Можно еще сладострастно посчитывать эффективную численность популяции с разным количеством самок и самцов, можно подсчитывать эффективную численность популяции, у которой периодически количество особей меняется, она будет среднегармоническое число особей. В общем, на эту тему есть большая наука. Кого интересует такая наука? У меня есть ворованный PDF классического учебника Хорового Кимора по популяционной генетике. Если кто хочет, так сказать, эту науку углубленно изучать, так сказать, несколько старомодно, но очень углубленно, то, значит, приходите ко мне в 607-ю комнату, я вам этот PDF, значит, скачаю. Он не является необходимым для, значит, изучения этого курса, но это такая хорошая, хорошая, полезная, старомодная книга, написанная основоположником этой науки. Так, значит, это был рассказ А. Теперь и как измерять эффективную численность. Вот это замечательная наука, мы сейчас с вами выведем эту потрясающую формулу. Значит, эффективная численность характеризует скорость дарифа. Нет, давайте еще полшага назад. Значит, вообще говоря, само то обстоятельство, что у породных популяций есть какая-то эффективная численность, ну, заслуживает того, чтобы об этом задуматься, потому что напоиться в себе. В ряд фишерской популяции, в частности, мы ожидаем биномиального распределения частоты аллеля. А с какого бы перепуга дариф в там сложной популяции, там может быть с пространственной структурой происходил бы, как вообще он происходит в ряд фишерской популяции какой-нибудь численности. Может быть, он там происходит каким-то там другим образом, и там вообще получается небиномиальное распределение, и никакая ряд фишерская популяция неэквивалентна реальной популяции в смысле дариф. И, строго говоря, это так и есть. Но есть достаточно глубокие соображения, которые я, на самом деле, до конца в них никогда не разбирался. Которые показывают, что сопоставление дарифа в сложной популяции с дарифом в ряд фишерской популяции это, в общем, процедура законная и полезная. И в хорошем приближении можно уподоблять дариф в сложной популяции дарифу в какой-то ряд фишерской популяции. соответствующая численность ретфишерская и будет эффективной численностью. Так что эффективная численность это понятие кошерное, которое, значит, можно и нужно применять. Теперь, как его измерить? Ну, проще всего было бы мерить флюктуации чистоты вот у меня где-то вот. Значит, вот у меня как меняется чистота аллели из поколения в поколение. Это у меня там что-то 9 индивидуумов, а это у меня 18 аллели, а это 100 аллелей. Ну, вот, мяришь из поколения в поколение и, значит, смотришь с какой скоростью они дарифуют. Это абсолютно нереально по той причине, что выборочная ошибка у меня будет гораздо больше. Пусть у меня популяция с эффективной численности 100 тысяч и там у меня, значит, будут какие-то изменения частоты аллели из поколения в поколение. Чтобы надежно эти изменения оценить, мне нужно каждое поколение брать выборку в 10 миллионов особей. Иначе моя выборочная ошибка будет больше. Вообще можно думать о дарифе как о выборке. Популяция каждого следующего поколения это случайная выборка из предыдущего. И, соответственно, изучать это напрямую технически совершенно невозможно. поэтому эффективную численность измеряют косина вот из этой эпохальной формулы. h равняется 4 n мю. Где h это генетическое разнообразие, которое мы с вами сто раз обсуждали, вероятность того, что два аллеля разные в двух случайно выдернутых генотипах. а значит мю это мю а не это не 4 это 4 Давайте эту формулу выведем. Вывод этой формулы совершенно торгиален из колесцентных соображений. Значит это для диплоидной популяции поэтому у меня в популяции 2 n особей. И тогда если мы возьмем что такое h это отличие между двумя случайно выбранными генотипами из популяции. По формулам которые собственно по простейшей формуле колесцентной ожидаемое время до и до того как эти два случайно выбранных генотипа сольются в экстазе это 2 n поколений назад. Вот и соответственно длина вот этого пути 2 n и 2 n длина этого пути 4 n только извините не n а n e потому что все наши рассуждения все наши рассуждения по коалесценцию были для фишерской популяции. Вот и дальше вероятно что у меня произойдет мутация которая сделает их разными на этом пути просто равна 4 n e m поскольку m это скорость мутации за поколение вот и все из коалесцентных соображений вероятность что два аллеля ну мы считаем что повторных мутаций не происходит для малых генетических расстояний значит мы просто из коалесцентных соображений и соображений что два случайно выдернутых аллеля имели общего предка два n e поколения назад значит генетическое разнообразие 4 n и поскольку теперь му то есть скорость мутации на генотип за поколение мы умеем мерить напрямую кстати линч был первым человеком который это начал делать в его лаборатории в 2005 году по-моему было таким образом померяно скорость мутации на метахондрия вот просто тупым секвенсом родителей и потомков значит вот вот тем самым мы можем померить генетическую изменчивость популяции что легко выдвинувшие из нее генотипы померить скорость мутации что сложно но теперь можно и извлечь отсюда эффективную численность популяции это вот такой некий переворот в изучении дрейфа который появился когда в этом произведении один из сомножителей мю стало возможно просто тупо мерить напрямую замечательно теперь значит давайте подумаем о дрейфе об одном только аспекте дрейфа но и самым примитивным и самым важным об изменении частоты аллеля в локусах подумаем о нем как о марковской цепи значит что такое марковская цепь это когда когда нет памяти когда каждый следующий переход не зависит от предыдущего вот у меня популяция из четырех генотипов соответственно у него может быть пять состояний копия аллеля а большое может быть 0,1,2,3,4 это текущее поколение а это следующее поколение тоже может быть 0,1,2,3,4 значит если у меня ноль копий то в следующем поколении тоже будет ноль копий это фактически равновесие но в террории случайных процессов равновесие называют поглощающим состоянием оно поглощающее постольку поскольку нет мутации если у меня аллеля а большое потерян то если мы не рассматриваем мутации или миграции его никогда больше не возникнет а вот если у меня одна копия аллеля а большое то в следующем поколении у меня может быть 0,1,2,3,4 копия с вот такими вот вероятностями из беномиального распределения всякий значит ученый математик эти вероятности может получить и вот такая вот марковская матрица описывает значит изменение частот аллелей популяции из поколения в поколение вот ну и дальше можно эти траектории значит нарисовать значит марковские матрицы не очень удобно исследовать их можно просто численно икорировать а на эту тему есть замечательное приближение к марковским процессам которое называется диффузионное приближение которое придумал дедушка Калмагоров я уравнение прямое и обратное и сказал эти уравнения были выведены около 1930 года потом так задумался кажется мной он не помнил вывел а потом я заглянул в учебник написано что они называются прямое и обратное равнение Калмагорова вот и значит если есть в народе желание помучиться то мы с вами завтра выведем прямое равнение Калмагорова и более того решим его к чертям собачьим в смысле найдем решение для нулевого потока из которого там вся популяционная значит давайте решим мы сейчас заканчиваем нулевой цикл значит поскольку у нас на все вместе времени совершенно не хватает но я не чувствую я не вижу где мы могли бы сэкономить я вам рассказываю все вещи совершенно необходимые и где можно было бы меньше трепать языком я не знаю вот нам уже поздно пить боржом давайте решим вы хотите чего вы хотите вы хотите прозаик всякие значит там рассуждения о видообразовании о шипах и колючках или вы хотите калмагоровскую волну и калмагоровское уравнение вы хотите математику или вы хотите математику хотите так есть кто-нибудь кто хочет прозаик ужасно математику не хочет вы хотите прозаик нет это не тесно так и один а еще за математику кто-нибудь есть еще так математика победила полностью прозаик идет нафиг но много статей прозаик так что среди этих статей ужасных, значит, там очень много. Не, ну прозарик тоже будет, но немного. Хорошо. Значит, мне просто после преподавания каждого очередного семестра в Америке из психотерапевтических соображений очень полезно рассказывать математику людям, которые знают, что такое производное, и, так сказать, это повышает мое подорванное представление о моих педагогических способностях. Это объясняешь, людям, которые не знают, что такое производное прямое уравнение Калмагорова, они не понимают. Ты начинаешь думать, что ты такой бесталанный учитель, никого ничему научить не можешь. Вот, так что давайте прозарик не будем, а, значит, хорошо, значит, тогда мы диффузионные, мы, там есть, хорошо, две вещи я хочу рассказать. Я хочу рассказать Калмагоровскую волну, это про распространение в пространстве полезной мутации. Проблема в том, что у меня с собой нет записей, и я их сегодня попытаюсь восстановить, но мы вместе будем их восстанавливать. Я, в общем-то, помню, как это делается, но в учебниках, к сожалению, этого нет почему-то, хотя это замечательно, ну, в стандартных учебниках нет. Ну, значит, будем. Вы представляете себе, что такое характеристическое уравнение, собственные числа, умеете их считать? Ну, вот, будем, значит, тупо, тупо, будем их тупо считать. Хорошо. Так. Ну, значит, это мы тогда все увидим. Это вот как устроено, если мы начинаем с частоты аллеля 0,5, то она, значит, так сначала размывается, а потом, опять-таки, без мутации, накапливается плотность вариации, значит, в нуле в единице, а здесь все устремляется к плоскому распределению, и так это плоское распределение постепенно садится на дно, и все кончается, значит, от фиксации либо с вероятностью 0, либо с вероятностью единица. А можете сказать, если частота аллеля P, опять-таки, значит, исходная частота аллеля P, то с какой вероятностью этот аллель будет зафиксирован, и с какой вероятностью он будет потерян? А? Кричите, говорим, что? Зафиксирован P, потерян единица минус P, потому что частота аллеля всегда остается постоянной, поскольку, значит, дарив, он честный. Так, блестяще. Хорошо. Значит, на этом мы закончили пятый фактор, а именно дарив, и теперь готовы рассматривать все факторы вместе. Поскольку у нас жизнь тяжелая и ужасная, то мы не можем сочкануть, и сейчас бы хорошо было бы сделать перерыв, но... Ну, в принципе, не перерыв, но сегодня закончить. Но давайте мы сразу двинемся вперед. Давайте следующее. Значит, а именно будем разбирать науку о том, что происходит, когда все три фактора, вот и самый, извините, все пять факторов микроэволюции действуют совместно. Ну, не обязательно, не обязательно все пять совместно, уж сколько надо. То есть теперь мы начинаем все-таки рассматривать биологические вопросы. А начинаем рассматривать биологические вопросы и учитываем столько факторов, сколько нужно. Нужно два, учитываем два, нужно пять, учитываем все пять. Ну, впрочем, все пять... Да нет, всякое бывает. Вот. Значит, то есть это называется уже теория микроэволюции. Подготовительную работу мы сделали и можем рассматривать уже, так сказать, теорию так, как ее требует биологическая реальность. Значит, здесь... Сейчас. Одна вещь, которая мне понятна, и одна вещь, которая мне непонятна. Значит, что мне понятно? Что теорию удобно делить на прямую и обратную. Это очевидная совершенно мысль, почему-то ее педагоги не используют. А совершенно напрасно. Что такое прямая теория? Будем считать, что мы про популяцию все знаем. Мы знаем, какие в ней скорости мутации, какая в ней эффективная чистость, какой на нее действует отбор, какая там миграция, какая возрастная структура. В общем, все мы про нее знаем. И тогда вопрос, что с этой популяцией станет? Ну, или, может быть, что с ней было в прошлом? То есть, мы пытаемся понять динамику популяции, считая, что все параметры нам известны. Это прямая задача. Обратная задача наоборот. Мы знаем, что с популяцией стало, а под действием каких факторов она до такой жизни дошла, мы не знаем. И мы хотим вывести параметры популяции, ну, например, силу отбора из свойств популяции. Ну, вот, простейший и в каком смысле важнейший пример обратной задачи, когда мы из формулы H равняется вот этой вот фиговины выводим NE. Мы знаем, что популяция достигла такого-то уровня изменчивости, предполагаем, что эта изменчивость нейтральна, это отдельная песня, и напрямую тупо меряем скорость мутации. И тогда выводим силу Дрейса. Это обратная задача. И подразделение напрямую обратной задачи очень полезно для понимания. Я пока, так сказать, до такой формулировки не дошел, не умел хорошо рассказывать. Значит, долгие годы, собственно, все 20-е столетие, упор делался на прямую задачу. Все яростно решали прямую задачу. А, ну, где-то это началось с 80-х годов прошлого века, ну, и сейчас с геномными данными все больше и больше упор делается на обратную задачу. Я прямую задачу очень люблю, потому что это динамика, а обратная задача в большой степени это статистика, и я ее терпеть не могу. Я учился у людей, которые понимают динамическую теорию, а в, так сказать, статистику я ее не чувствую, не люблю, и она меня не любит. Вот. Но, тем не менее, сейчас в большой степени идет эпоха обратной задачи. Значит, это то, что я понимаю. Теперь, чего я не понимаю? Я не понимаю, так сказать, Господь Бог вообще хочет, чтобы мы все это дело понимали, или не хочет. Потому что, в принципе, очень легко сконструировать из факторов микрореволюции очень легко сконструировать такие уравнения, которые просто нельзя решить. В частности, система Левонтина Кожимы, которая тупо рассматривает взаимодействие отбора менделюстского расщепления и рекомбинации всего лишь в двух локусах. Эта система до сих пор не исследована полностью. И там 35 лет назад дядя по фамилии Эллен Хейстингс извлек из нее там как кролика из этой самой, не кролика, шляпы, а фокусника из шляпы кроликов, извлек из нее там, включая предельные циклы, после чего все испугались и заниматься ей перестали. То есть, очень легко представить себе настолько сложную динамику микрореволюционную, что она просто не будет поддаваться никакому анализу. Вот. С другой стороны, у меня есть сильное подозрение, что породные популяции устроены очень просто. В них положительный отбор изредка тащит к фиксации полезные мутации, отрицательный отбор гнобит вредные мутации, а еще болтаются слабо вредные и нейтральные мутации, и черт бы с ними. И все там ужасно просто, и ничего подобного жуткой там хейстингской динамике в уравнениях Левонтина Кажима, ничего подобного вроде не происходит. То есть, если это так, то Господь Бог не просто хочет, чтобы мы все это знали, но и вообще делает задачу очень легкой. Так ли оно на самом деле, я не знаю. Это в каком-то смысле самое интересное. Я уже занимаюсь наукой 40 лет, почти, и у меня были разные периоды, когда я долгое время думал, что сложная динамика – это суть дела. Потом, ну, собственно, нет, периодов было два. Сначала я думал, что сложная динамика важна, а потом, что она не важна. Нет, три периода, а потом я понял, что я не знаю, важна она или не важна. Вот. И это самый интересный вопрос, потому что если она реально не важна, если жизнь устроена так тупо, как она, ну вот, я вам буду пропагандировать минималистскую модель, так сказать, вот, что все очень просто. и я думаю, это правильно, если не, так сказать, в абсолютном смысле, это правильно методологически. Если ты хочешь утверждать, что сложное поведение существенно, ты должен это доказать. А, значит, я буду показывать ситуации, когда все объясняется простыми, простыми тупыми соображениями. Вот. Сейчас еще какая-то у меня была глубокая мысль, но я ее забыл, но я ее вспомнил. Хорошо. Значит, давайте я буду пропагандировать точку зрения, что все устроено просто. Сейчас, нет, вот я вспомнил. Еще одна чрезвычайно фундаментальная проблема, так называемая парадигма Четверякова-Добжанского, ее иногда называют. Значит, был такой дядя Четверяков, и потом, значит, Добжанский, который, значит, отсюда свалил и работал в Америке, значит, эти Четверяковские идеи, значит, по всему свету распространил. Идея заключается в том, что, чтобы понять макроэволюцию, надо понять микроэволюцию. Если ты понимаешь динамику внутри популяционной изменчивости, то ты понимаешь эволюцию. Весь 20-й век, частично благодаря чудовищному напору Добжанского, это, в общем, считалось почти что, почти что, само собой разумеющимся. Но эволюция – это результат естественного отбора популяции, естественный отбор действует на генетическую изменчивость. Соответственно, если мы поймем породу генетической изменчивости популяции, мы поймем макроэволюцию. Это парадигма Четверякова-Добжанского. Я полагаю, что она глубоко не верна. И что генетическая изменчивость, которую мы видим в породной популяции вот в каждый данный момент времени, с одной стороны, и макроэволюционные изменения, которые мы видим на больших временах, с другой стороны, что они устроены совершенно по-разному. Почему? Очень просто, потому что большая часть генетической изменчивости ненейтральные. Нейтральные отчетности. Но большая часть генетической изменчивости ненейтральные, которую мы видим в породных популяциях, это результаты просто тупо, так сказать, вредного мутационного процесса. Мы с вами уже обсуждали эти цифры, да? Вот средний советский человек, вот, например, я, я несу тысячу слабо вредных мутаций, только портившихся мои белки. И каждый из вас несет. Ну, в смысле, в породной человеческой популяции пассоновское распорядление с параметром тысячи, значит, тысяча плюс-минус 30 примерно. Вот. И, то есть, отбор, который происходит в каждый данный момент в породных популяциях, это в основной своей массе отбор отрицательный, который отметает слабо вредные мутации, которые глупый мутационный процесс отпоставляет. А макроэволюционные изменения, конечно, это, так сказать, жемчужины из навозной кучи, которые, значит, периодически возникают, то есть полезные мутации, и которые, хотя очень редки, но в них-то вся тут дело. Так что, вопрос о взаимоотношении макроэволюции и микроэволюции, это вопрос исключительно важный, и я полагаю, что никакой тесной связи между ними нет. Микроэволюция – это в основном об истреблении вредных мутаций, а макроэволюция – это редкий случай, когда, значит, полезные мутации появляются и фиксируются. Полной ясности на эту тему нет, но, так сказать, я полагаю, что, так сказать, моя точка зрения, ну, в каком-то смысле, такая самая простая и совместимая с данными. Хорошо. Значит, тогда мы сейчас разбираем тогда мы сейчас разбираем теорию, прямую, и мы ее будем разбирать в соответствии с принципом естественного отбора. При всем моем уважении к мутациям Дейфу и прочей делам, главный фактор дайвиновской революции – это отбор. Вот, значит, на отбор мы и будем смотреть. А отбор у нас бывает трех сортов. Мы уже это обсуждали, и я надеюсь, что вы это уцикли. Положительный, отрицательный и балансирующий. Начать с положительного, с отрицательного или балансирующего – это как угодно, но поскольку все-таки мы рассматриваем популяционные процессы под знаком, так сказать, под соусом микроэволюции, то давайте мы начнем с положительного отбора. А то уж совсем… Если бы мы занимались медицинской генетикой, мы, конечно, начали бы с отрицательного отбора, а положительного отбора вообще никакого не бывает. Как говорил мудрый Кэроу, с точки зрения благосостояния человека оптимальная скорость мутации равна нулю, но с точки зрения макроэволюции в мутациях суть дела. Итак, давайте мы рассмотрим… Пока… Сейчас, чушь здесь написал, Давайте мы… начнем с положительного отбора и с точки зрения микроэволюции, вообще всей эволюции, собственно, этот процесс можно считать интерфейсом между микро и макро. Если кому охота заниматься такого рода рассуждениями, интерфейс между микро и макро – это аллельное замещение. Вот у меня популяция есть какой-то полиморфный аллель и… полиморфный локус и какой-то аллель существенно лучше другого. И если ему этому хорошему аллелю еще к тому же повезет, его единственного носителя не сажает синий кит, то этот хороший аллель популяцией зафиксируется и произойдет, значит, движимое положительным отбором аллельное замещение. Если такое дело произошло, то изменчивость у меня кончилась и произошло элементарное эволюционное событие. Вот люди любят рассуждать об элементарных эволюционных событиях и часто говорят, что видообразование – это элементарное эволюционное событие. С моей точки зрения это не очень удобно, потому что что такое видообразование непонятно, а вот что такое аллельное замещение – это очень понятно. Когда не было аллеля, а большое, потом он появился, потом вот частота росла, а потом он популяцией зафиксировался, а старого варианта Амала не осталось. В этот момент у меня изменчивости больше нет, значит, произошло изменение. Вот это элементарное макроэволюционное событие. Какие же микроэволюционные процессы приводят к этому элементарному макроэволюционному событию, к аллельному замещению? Таких процессов три, и два из них мы уже разобрали, а третье мы разберем сейчас с лёгкостью марокканской обезьяны. Значит, представим себе, что условия изменились, и теперь аллель А большое имеет более высокую приспособленность. А его в популяции вообще нет. Рассмотрим такую ситуацию. Сейчас очень интересное соображение о том, так ли часто полезная аллель начинает свой путь к фиксации с частоты 0. Если это так, это так называемый hard sweep, жёсткое замещение. Жёсткое замещение, когда в момент, когда какой-то аллель стал полезным, его в популяции просто нет. Вот давайте рассмотрим такой классический вариант, а потом порассуждаем немножко о том, так ли оно реально бывает. Прекрасно. Вот мне нужен А большой, там я муходрогзофилы, и меня стали посыпать ДДТ. Мне нужен аллель, делающий меня устойчивым к ДДТ. А популяции этого аллеля просто нет. Значит, вот нарисовано здесь во имя, а здесь чистота этого аллеля. Я забыл написать вывод халдейновского уравнения. Коллеги, я извиняюсь. Я его на память не помню. Она потрясающе красивая. Я вам завтра скажу, вот, это ранний Альцгеймер. То, что я выучил 40 лет назад, я помню совершенно точно. То, что я выучил 20 лет назад, я тоже хорошо помню. А то, что я выучил 5 лет назад, вот я почему-то вывод халдейна там выучил только 5 лет назад. Я его всякий раз забываю. Когда то, что я выучил день назад, я не буду помнить совсем, тогда надо будет уходить на пенсию. Знаете, байка про старого профессора, который уходит на пенсию, ему говорят, ну почему же, говорит, вы уходите на пенсию, ведь мы же не заметили, чтобы вы стали хуже читать лекции. Он говорит, я потому что сейчас я вхожу, потому что я ведь замечаю, а вы не замечаете. Я не хочу ждать, когда будет на бару. Так что да, завтра будет вам халдейновский вывод, потрясающей красоты. Две строчки, не помню, хоть убей меня. Вообще удивительный феномен, почему-то самому придумать настолько труднее, чем выучить, удивительно. Читаешь, каждая строчка понятна. Придумайте вывод, уравнение элли и лодки, вы западаетесь его придумать. А это три строчки очевидных соображений. Вот и халдейновский вывод тоже в этой строчке. Но завтра я вам их расскажу, потому что я, по крайней мере, помню, где про это можно прочитать. Так, хорошо. Значит, сидит популяция, и первое, что она делает, она ждет возникновения полезной мутации. Как она ждет, мы с вами разобрали. Она ждет в соответствии с пурсоновским процессом. Правильно? Ну и, значит, время ожидания у нее единицы поделить на энным. И вот радостный момент, полезная мутация возникла. Ну, давайте не думать про мух и ДДТ, а думать про что-нибудь более жизнеутверждающее. Вот обезьяны хотят стать человеком. И там мутация, которая делает первый шаг по пути к человеку, вот, значит, она должна возникнуть. Обезьян у меня 100 тысяч, а частота мутации у меня 10 минус 8. Значит, соответственно, этим 100 тысячам обезьян приходится просто тупо ждать тысячу поколений, пока эта мутация возникнет. Вот они сидят в Африке тысячу поколений и ждут. И, ну, не обязательно тысячу поколений, там повезет, что через 850 поколений возник мутантный, значит, детеныш, который несет эту мутацию. Там все обезьяны водят вокруг него хоровод. Что произойдет дальше? Дальше с очень большой вероятностью этого детеныша сожрет леопард. Ну, либо там он произойдет еще трех детенышей, а потом их сожрет три разных леопарда. В общем, вот эта вот формула Халдейна описывает вторую стадию аллельного замещения, а именно выживание мутантного аллеля, пока его еще популяции мало. Значит, этот процесс описывается теорией ветвящихся процессов. Вот он один возник, он может сразу загнуться, может там как-то размножиться, а потом загнуться. И его правильно понимать как процесс генетического дарифа. Значит, вот давайте я вам расскажу еще одну тайную мудрость, и на этом мы на сегодня закончим. Значит, вот давайте посмотрим на частоту аллеля в популяции. Значит, если частота аллеля в популяции очень мала, то есть мы в штуках копии нового аллеля, этих штук мало, то дариф неизбежен. Ну, дариф всегда неизбежен, но если мы рассматриваем промежуточные значения частоты аллеля, то тогда отбор может дариф забить. И это происходит, если NDS много больше единиц. Ну, или коэффициент отбора по модулю много больше единицы поделить на NDS. Вот если у меня такой отбор, то тогда, когда обоих аллелей в популяции достаточно много, этот отбор настолько силен, что на дариф можно наплевать, он дариф забивает. Если отбор слабее, то тогда дариф важен всегда, даже в ситуации, когда обоих аллелей примерно поровну. Но если одного аллеля очень мало, то дариф важен независимо от того, какой силы отбора. Давайте мы на этом месте кончим. Еще одно слово. Значит, есть три стадии. Первое, мы ждем возникновения полезной мутации, и это уже было разобрано. Второе, это полезная мутация, когда она возникнет, может сдохнуть и может не сдохнуть. И это я расскажу завтра, это очень просто. Если ты халдейн и значит такой умный. И третье, если полезная мутация достигла достаточной частоты, чтобы вот этот вот дариф ей был не страшен, то у нас появляется дифференциальное равнение аллельного замещения, которое мы сладострастно выводили и полностью исследовали. Вот оно. Тем самым первую и третью стадию самого главного процесса жесткого аллельного замещения мы с вами уже разобрали, а с разбора второй мы начнем завтра. Значит, мы сделаем это, потом мы поговорим про Хилл-Робертсоновскую интерференцию, нет, потом мы поговорим про хедж-хайкинг, потом мы поговорим про Хилл-Робертсоновскую интерференцию, когда отборы одновременно происходят в разных сайтах. Хедж-хайкинг это как отбор в одном сайте влияет на то, что происходит по соседству. А потом мы поговорим про распространение полезной мутации в пространстве. это КПП волна Калмагоров, Петровский, Пескунов. Пескунов был ректором МГУ до 60-х годов. И в 38-м году одновременно Фишер и КПП опубликовали статьи с этой волной. Там результаты были похожи, но Фишер не смог доказать ключевое утверждение, а Калмагоров, Петровский, Пескунов доказали. И мы его с вами завтра докажем. Там это очень красивая наука, но поскольку у меня нет записей, то я буду путаться и мы вместе все будем с этим разбираться. Хорошо? Значит, на этом будет закончена теория положительного отбора, потом мы поговорим про отрицательный отбор. В общем, мы забодаемся завтра. Хорошо?